на каком ноуте рендерить что подойдет для работы и какой ноутбук взять для работы дизайнеру обычно я говорю ни на каком потому что дизайнеру интерьеров особенно визуализатору ноут это роскошь у того кто работает с 3d максом и короной нужны огромные вычислительные мощности простые ноутбуки они с этим не справляются айсер прислали мне вот такой вот ноутбук это айсер концепт d9 он сделал специально для дизайнеров они сказали что я буду приятно удивлен обычно ноутбуками в дизайне я не особо удивлен и особенно и приятно экран у него здесь 17 дюймовый 4k дисплей поворачивающийся по все стороны его можно положить как планшет вот так вот каждый экран калибруется на заводе показатель дельта-е у него меньше единицы и еще есть сертификат pantone validated откалиброван он офигенно и все цвета вот они точно такие же как будут потом распечатываться если тебе нужно что-то распечатывать или видеть цвета настоящими здесь стоит топовый процессор intel core i9 девятого поколения восьмиядерный 16 потоковый 2 и 4 гигагерца по циферкам вроде ничего но надо понимать что это все равно это мобильный процессор на больших стационарных компах там конечно 38 и они естественно будут два раза быстрее можно поставить до 32 гигабайт оперативки с ddr4 для экстерьеров будет наверное не очень хватать а для интерьерки вообще самый раз этого вот так вот головой здесь у нас стоит видеокарта nvidia geforce rtx 2080 видюха нормальная для нас как там для визуализаторов и в 3d максе работать вполне если посмотреть здесь вот такая штука это вентиляция здесь уходит здесь достаточно неплохие вентиляторы стоять а вообще одна из самых больших проблем это конечно вентиляция потому что когда мы рендерим мы напрягаем процессор просто по полной его нужно как-то охлаждать поэтому обычные ноутбуки не справляются с такими сильными задачами как рендерить на полную еще и несколько часов там в придачу мы рендерим по 12-15 часов для теста я подготовил одну картинку вот эту вот мы будем рендерить ее вот на этом ноутбуке и на двух наших стационарных компах я на самом деле не надеюсь на него что он что-то сделать хорошие то что все-таки ноутбук если он сделает картинку хотя бы в два раза дольше то это уже будет хорошо ну шо пойдемте по рендерим чуть-чуть он кстати достаточно легкие весит всего 2 килограмма и так эксперимент следующий у нас есть ноутбук на intel i9 процессоре у нас здесь вот есть это уже большой компьютер вот там у него системник стоит это здесь у нас стоит intel i7 предыдущего поколения я его как раз собирал у меня целое видео было как я его собирал как мы его тестировали что там было дальше еще у меня есть новая сборка на md ryzen 7 3 700 x вот это новый процессор посмотрим кто будет быстрее прошло у нас уже около часа и он практически не греется он вообще холодный он вообще не согрелся и его почти не слышно мы просто вентиляторы гудят на самом деле если посмотреть то у нас в принципе в офисе 41 децибел и вот прям если мы замеряем вот здесь то фон особо не поменялся рядом с вентиляторами 48 даже ну практически не шумит вот если посмотреть на этот этот компьютер дает и 46 децибел не хуже не лучше чем обычный компьютер там в офисе который стоит работать ну что готовы услышать результат я если честно охренел на самом деле я вообще не ожидал что будет вот именно вот так начнем здесь с компьютера на базе intel i7 отрендерил картинку до двух процентов шумность это семьсот пятнадцать пасов и два часа сорок минут этот ноутбук отрендерил до двух процентов шумности картинку тоже за семьсот пятнадцать пасов за два часа пятьдесят семь минут очень близкий результат прям ну супер близкий значит последний компьютер у нас это на amd на новом их процессоре час сорок три то есть прилично их всех сделала но вот этот ноут я вообще думал что часа четыре будет или если не пять но он отрендерил очень классно если на нем не рендерить в принципе там до двух процентов шумности а до трех процентов он будет показывать полтора часа примерно этому это вообще невероятный результат я вообще не ждал что ноутбук сделает что-то подобное вообще было очень комфортно с ними я если честно это сейчас выглядит как на продажное видео но классно он справился хорошая рабочая машинка для профессионалов он весит всего два килограмма весь корпус у него из алюминия и у него еще есть комплекте стилус который можно просто вот так рисовать в итоге у этого ноутбука всего два недостатка 1 это его цена вот такая ну достаточно дороговато и второй недостаток это вот это вот мобильное зарядное устройство она чуть больше чем все остальные зарядные устройства которые вы привыкли видеть обычного ноутбуков там на 60 на 40 там ну 70 ватт это зарядное устройство на 354 ватта не просто так это все-таки профессиональное железо и она все потребляет это видеокарта процессор вентилятор все все это дико потребляет энергию поэтому ему нужно столько у нас например на обычных стационарных компах стоят потом 500 700 ватт здесь 354 приходится с этим мириться да вот такой хреновый для чего вообще ноутбук дать дизайнер интерьеров или визуализаторов если ты куда-то едешь если ты хочешь поехать на месяц на два куда-нибудь в таиланд или на шри-лангу или на бали и не хочешь отрываться от работы то естественно что-то надо с собой взять на обычном ноутбуке не получится вообще ничего тренды это будет просто годами рендерится поэтому нужно какое-то мобильное решение вот как этот вот например ноутбук ну если кто-то рассматривает себе вот такую вот покупку профессиональную от меня вот есть вот такой вот промо-код можно будет получить и бочку от меня все всем спасибо всем кому понравилось ставьте лайки комментарии пишите обязательно что я знаю точно вы сейчас напишите что мы неправильно рендерили неправильно сборки собрали неправильно обозревали компьютер но я не обзорщик компьютеров да я смотрю как мы бы его использовали в своей работе все пишите там все лайки ставьте пока пока